Хотелось бы, знаете, что у вас спросить? Дуа, как делать? Что просить? С чего начать? Самое главное что? Са-Им, дизайк Аллах, хейр. Восхвалять Аллаху, субхану а-та-Аля. Вот с этого начать, уважаемые братья и сестры. Начать с восхваления Аллаху, субхану а-та-Аля. Как восхвалять Аллаху, субхану а-та-Аля? Есть дуа, приходится в Сунни, посланник Аллаху, саллаху а-аллаху а-салям, перед тем, как он просил, сахабы просили, перед тем, как просили Аллаха, они что делали? Восхваляли Аллаху. И так далее. На русском языке, хорошо, на арабском мы не можем. На русском Аллаху а-та-Аля понимает или не понимает? Любой язык понимает, правильно? На русском языке как? Я Аллах, я тебе благодарю, субхану а-та-Аля. В первую очередь ты меня сотворил. я уже на этом свете, я тебя за это благодарю. Аллах Субхану Та 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 ты мне дал глаза, ты дал мне уши, ты дал мне руки, ты дал мне разум, ты дал мне сердце, ты вселил на меня душу, ты дал мне тело я хожу, сам могу кучать, машаллах рассмышляю, понимаю самая высшая и большая ты мне дал родителей, дал мне семью дал мне баракат, дал мне таких братьев, таких сестер и сам, что ты мне, самая великая, что дал? самая великая милость, какая? вера, ты мне дал ислам алхамду лля аля ниамет или ислам алхамду лля аля ниамет или инан алхамду лля аля ниамет или куран и когда мы начинаем, братья и сестры, размышляя Субхану Аллах, тем самым мы подготавливаем себя к дуа это мукаддима, это подготовка к дуа но это далиль далиль какой? пророк Мухаммад, салаллаху алейси, представьте хотя представить невозможно но просто, видели, когда много скоплений людей, много собраний людей будет на хаджи, например, да? в сотный день Пророк Мухаммад, салаллаху алейсиам, сказал все соберутся и будет каждый идти к своему пророку к Адаму алейсиалам пройдут скажет, заступись за нас, не Адам Адам, алейсиалам, скажет, идите к нуху побегут все к нуху вся толпа бежит к нуху скажет, заступись за нас идите к другому пророку, идите к Ибрагиму Ибрагим А.С. будет отправить к Мусе. Мусе А.С. к Иси. И посланник Аллаха А.С. сказал, смотрите, это ключ к ответу на дуа. Пророк Мухаммад А.С. сказал, я знаю, как попросить Аллаха, идите ко мне. Я приду к Аллаху, сделаю земной поклон под его троном. И первое, что не просить будет, а что делать? Буду восхвалять Аллаха теми восхвалениями, которые он меня обучил. Какой будет ответ от Аллаха? Я, Мухаммад, подними голову, проси, я тебе дам, будь заступником, ты будешь заступником. Это муقدимы. Адам А.С. сказал, я раби нам села и табелин, оба. О, мой Господь, если бы, почему ты всех не сделал одинаковыми? То есть когда Адам А.С. в Коране говорит, Аллах всеми именами обучил, всему обучил Адаму А.С. Адам А.С. сказал, что среди людей будут счастливые, несчастные, богатые, бедные, такие. Тогда Адам А.С. задал вопрос Аллаху. О, мой Господь, почему ты всех не сделал одинаковыми? Знаете, что ответил Аллах Субхану А.С.? Я, Адам, я люблю, когда меня восхваляют. То есть имейте в виду, чтобы отличить благодарных людей от неблагодарных. Если бы все были одинаковыми, могли бы быть всем благодарными. Тогда у них не было выбора быть неблагодарными. Или наоборот, были бы все неблагодарными. И Аллах любит увидеть, кто благодарный, а кто нет. Вот это я люблю, говорит Аллах Субхану А.С. Поэтому первое, с чего мы начинаем дуа? С восхвалением Аллаха Субхану А.С. Восхваляем Аллаху Субхану А.С. Это ключ к ответу, братья, запомните на всю жизнь. Ключ к ответу на дуа, восхваление Аллаха Субхану А.С. Представьте, например, сейчас, как его за образ? Наиль. Наиль, например, директор компании какой-то такой. Я у него работаю, я его работник. Я стучусь к нему в кабинет, захожу и начинаю. У него очень знакомый. Наил Валерьевич, дайте мне вот это, вот это, вот это, вот это. Иди, поработайте, подожди. Сразу с вопросом, а что? Наил Валерьевич, благодарю вас. Спасибо, у меня приняло работу. В тяжелом времени помогли, поддержались. Только вот дел хорошим, мы видим, как его делать, сразу сердце размягчается. Про него что скажет? Потом уже задаешь вопрос. Поэтому, Субханаллах, вначале нужно благодарить. И это качество верующих человека. Аллах не любит неблагодарных. Аллах не любит неблагодарных. Аллах, Субханаллах. Про Мухаммад, Салаллаху Алейху Салам, сказал, наилай шкуру, наилай шкуру Аллах. Кто, кто даже людей не благодарит, этот человек не может быть благодарен Аллаху, Субханаллаху. А часто бывает, что люди, когда им что-то благое сделают, когда забывают. И мы, конечно, когда человек что-то хорошее делает сам, он должен забыть. Сделал хорошее, забудь. Но кому сделали хорошее? Он не должен забывать, что ему хорошо относились. Он что? Плохое помнит, а хорошее забывает. Поэтому что? Это качество неблагодарных людей. И Аллах не любит таких. Аллах любит благодарных людей. Первых, кого Аллах ведет в рай, благодарных людей. Даже в хабице сказано то, что Первые, кто зайдут в рай, мои благодарные люди. И в этот момент ангелы белой завистью заревнуют и скажут О, наш Господь, не были твои ангелы? Тебя поклонялись? Никогда не ослушивались? Аллах, Субханаллах, когда им ответьте, скажет У вас не было выбора, быть благодарным или неблагодарным. Я вас так сотворил. А у этих людей был выбор, быть благодарным или неблагодарным. Это такое качество, уважаемые братья и сестры, на которое смотрит Аллах, Субханаллах. Считайте ключ к ответу? Благодарить Аллах, Субханаллах. Хорошо, благодарим Аллаха. После этого, что даже сахабы, таби'ине говорили Когда были времена, когда Аллах отвечает на дуа. Какие времена, например? Когда Аллах отвечает на дуа? Междуадельные камни. Во время дождя. Во время дождя. Последний час. через ночь третью часть еще пусть мультика на путника дуану стажа родители за детей 2 постящиеся вот этим стал потолок и не говорили когда у нас было временно времена когда просить короткий было там перед это мало и так далее мы настолько восхваляли то что время заканчивались и мы даже не успевали что-то попросить тогда посланник аллах не беспокойтесь если вы уже восхвалили аллах зная вашу душу и сердце что вы хотите уже вам уже тогда то есть даже если мы время пройдет до фаджера мы не успеем что-то попросить а только будем восхвалять аллах тогда что аллах нам даст то что мы хотим даже может быть мы что-то хотим как аллах куран горки ассанте короче что-то вам не нравится буду лучше того что-то вы сильно желаете это хуже для вас только она знает вы не знаете потому что у нас у меня на матери даст то что вам нужно то что именно вам нужно вы думаете это вам нужно это вам не нужно поэтому вот эти вот вещи восхваляем аллаху субхану макару после того как восхвалили делаем что делаем зале салават руку мухаммаду салават и к этому не у нас не на себя на чем поистине его ангелы делай салава за правом мухаммаду салава сына и он обращается и говорит о верующий это к нам обращается делается за ним слова передавать его салям сказал на соля и соля консантом армия шоу кто за меня сделал один салават автоматически за 10 салават на тело пропуском салавархин скупой жадный человек когда вспоминать мое имя за меня салават не делает жадный человек что тяжело сказать так же посланник аллах сказал делайте за меня слова поистине ваш салават дойдет где вы где мы были до меня дойдет самый лучший день и слава ты какой пятница самым лучший для вас из дней дней пятница в этот день больше делайте за меня слова то есть мы разобрались начали что восполняем потом делаем словах после этого что мы делаем просим обращаемся постучали в дверь аллаха обращаемся просим что за себя за близких за родители за ушедших из этой жизни за тех кто нас окружает за тех кто-то нас попросил мы может быть забыли за тех людей которые ушли из этой жизни за уму посланник аллаху салавра салавра за за братья сестер протесненных во всем мире филастейн за наших близких за то место где мы находимся где мы живем что баракат голосу потом после этого после того как просили что мы просим за дуния и за ахираты аллах говорит все есть из людей которые просят раббана айтина фиддулья омаром фил ахираты мин халат просит пола это лишь дай только в этой жизни на вечности на самах ничего и мне будет помимо меня кулу агбана айтина фиддулья хасана во фил ахираты хасана во кина азабу на улайка на машину макасалу аллаху сарю алиса есть люди которые просят аллах дай нам в этой жизни все лучше в вечной жизни все лучше и спаси нас от наказания а им будет то что они попросили я у нас у нас короче поэтому откройте я сам себе давайте откроем сердца откроем души секрет пообщаемся с аллахом у единицы где-то обязательно какой-то уделиться попросить аллаху просить дуа такую великую работу делается нашла самую лучшую работу вы на пути аллах агара поленосить еду питье для простящихся великая блага аллах не каждому такой дарит милость даже по дороге ты поднос несет задумывайся в аллаху аллах ты прощающий ты любишь прощать простижи меня когда больше любишь прощать задумайся было то есть аллах любит это и меня тоже бедного раба видим этот список которого ты любишь прощать вот эти вот именно искренние вещи братья мои сестры которые на которых только знаете вы и аллах никто не знает выросли все сердце между вами и искренность проявите с аллахом и тогда то что мы начали эту лекцию иншаллах мы все будем исчезла тех которые спасутся от наказания ада и попадут в кто-то например как я люблю вас за своих детей просто чтоб они там поступили были успешным кто-то я прошу что хорошим там работа получит должность у супруги у самого лучшего любимого раба аллаха у альши до ломанирус супруги самого любимого раба аллаха посланник аллаха спросили что больше всего просил пророк мухаммад кто знает что просил погромче я муканин галку любит когда галяки о аллах о пероворачивающий сердца людей укрепи мое сердце на твоей религии когда задумываешься братья и сестры тот человек которого все грехи простил и он что просил аллаха укрепи мое сердце в твоей религии неужели посланник аллах боялся что аллах его сердце не укрепит почему просил это спросили спросила супруга его супруга айши рода ломани удивилась и сказала у антияна сурома тахши аляниси ты боишься за себя посланник аллаха что аллах твое сердце не укрепит на религии аллаха то есть если не твое тогда чё знаете какой был его ответ ванна юдрика я пинту садди икфа инна куругу ль ибад бэйна узбу аймин асавир рахмани укалливу га кейха яша откуда ты знаешь дочь поистине сердца всех людей и мое в том числе принадлежат аллаху как пожелает он их переворачивать поэтому бывает вот это простите дуа мы сегодня на славу благие братья и сестры постимся так на таком пути аллаху молимся весь аллаху аймин завтра что с нами случится не знаю на чем мы уйдем из этой жизни в аллахе я не буду имена говорить но знаете там один блогер который там учился на пути аллах был тогда расставил намаз супруга хиджат и так далее аллах переворачивался хотя такой упорный был в религии один был такой абдуллах начали в ряде чеха бимраса муфти и сводей всегда его хвалил и так далее призвал к аллаху потом поехал на запад оставил стал мульхид стал безбожником атеист были какие правильно один у нас человек тоже брат с нами учился куран хафиз саудим учился куран хафиз такие знания и так далее в голову но пришлось у меня сомнения заснимался вопросе предопределения чуть с ума не сошел оставил намаз все осталось куран все заботы не знаем на чем мы уйдем в россии сестра поэтому что и надо играть на халатом она смотрит на последние дела то есть про просим что полном сейчас я на твоем пути сделать так чтобы сердце до конца моей жизни был на твоем пути то уж страшно самый страшный религию потерять в аллахе не имущество не богатство никого-то даже не близкий самый страшный аллах потерять свое сердце поэтому просите аллах это два также последний два и на этом закончили шала просто николас саллах если представляете поднял руки к аллаху и сказал аллахума инне аузы беками завали ниаматик вата холла афиатик ва фуджа это не кратик ва-джами сахаты по аллаху я прибегаю к тебе не завали ниаматик я прибегаю к тебе от того чтобы ты не забирал ту милость которую ты мне даровал то есть ты мне дал ислам не забирает на ислам ты не дал имам не ты не дал родителей ты не дал детей ты не дал аль-хамдуля баракат ты не много чего дал аллах субханалла да по отдал мне пост возможно поститься аль-хамдуля такой нрав дал мне не забирай эту милость от меня и Аллах первое второе фуджа атилик мадык фуджа атилик мадык это знаете что такое резкое какое-то быстрое испытание какое-то какая-то такая проблема резкая какой-то такой вот знаете какой-то несчастный случай резкий тогда я вам приведу пример это живая история часто привожу нудела чтобы в этом пользу еще было я сам с города ульяновска у нас есть один человек там у него один раз он когда возвращался домой его угостили грибами и пришел домой положил на стол его супруга его две дочки одной если что я был 12 лет другой 9 лет и грудной ребенок отравились грибами сухом съела супруга сразу умерла две дочки сразу умерли он последний спушил и выпал рассольникова на скорой помощи увезли больницу реанимации пока он в реанимации лежал остался грудной ребенок мальчик его родители забрали его к себе этого ребенка пока он лежал в реанимации пожар случился у родителей сгорел дом родители умерли и грудной ребенок и душа возвращается домой говоришь повеситься хотел тогда намазе не был борт я повесить и хотел что как мне жить родители сгорели ребенок сгорел жена умерла две дочки умерли я говорю я прихожу гор помню тот день когда мы за столом сидели крошки даже который кушал хлеб моя дочка я это все брал и нюхал ее запах хотел почувствовать захожу в дом захожу пустым дом никого нету семей нету один остался беру пижаму своих детей нюхаю и плачу невозможная такая боль ну что аллах дарим удалось пройти это испытание поставила через этого на намаз он женился у него еще дети есть сейчас проклоняющие где работает на маршрутке когда на траве там еще ходили там он всегда такой садака делал после намазать стариков баба и дедушек сажал на маршрутку и домой развозил бесплатно такой садака делал поэтому вот такие вот быстрые страны я один раз пошел в больницу попросили навестить 18-летний парень здоровый такой спортсмен что он ходить не может что случилось на ровном месте после спортзале зашел в душ после тренировки паскальнулся и упал позвоночник сломал все ходить больше не может вот это на фуджат или ты серьезно что ты идешь спускаешь на работу начать паскальнулся упал ногу сломал или еще что-то там спину сломал или что-то на косту поварю попал еще что-то вот просить его от этого у нас андва чтобы она отдалила по таких вот резких испытаний потом афетик волна я прибегаю к тебе от того чтобы то милость который ты мне дал не забирал ты не дал два глаза я прибегаю к себе чтобы ты не забирал у меня этот глаз ты не дал два две руки две ноги два уха разум то есть не забирает аллах и я прибегаю к тебе от всего того что может тебя вызвать твой гнев по отношению ко то есть она в кратстве сказать прибегаю к тебе аллах нет не делай меня в тех местах где бы ты меня не хотел видеть и аллах дай облегчение быть всех местах где бы ты был доволен у нас вот это есть в кратце богобоязнь оллах не делали меня то есть не не давая возможно быть всех местах где бы ты меня не хотел увидеть и дай мне возможность оказаться в тех местах где бы ты был доволен мною поэтому дай аллах чтобы принял асапас чтобы мы все с вами были обитать рая чтобы аллах дал нам следующие года также вместе проводить так рамадан много лет еще чтобы встречать рамадан иншаллах чтобы аллах барракат там иншаллах ассалам